Ужасу. Салин понимает, что тормоза не работают, и он не может снизить скорость. Вышедший из-под контроля 300-тонный поезд несется вперед. Ему остается менее 2,5 километров до переполненной людьми станции. Неподдающийся контролю поезд с испорченными тормозами несется в сторону Парижской Гардельон, где сейчас час пик, и станция переполнена пригородными пассажирами, включая и тех, которые сидят в ожидании отправления задержавшегося отходящего поезда. Даниэль Салин приходит в отчаяние. Он знает, что где-то на поезде должен быть ручной тормоз. Охранник Жан Бове отправляется на его поиски. Мы задали себе вопрос, что случилось? Мы нажимали на тормоз, но он не среагировал. Поэтому я решил пойти по поезду, чтобы найти ручной тормоз. Салин продолжает попытки нажать на тормоз, но поезд снижает скорость очень незначительно. 7,07 и 30 секунд. Салин сообщает по рации в диспетчерскую о критической ситуации. Остановите все, у меня отказали тормоза. Остановите все, тормоза не работают. В панике Салин нажимает на сигнал тревоги, который слышат пассажиры, которые все еще не в курсе существующей опасности. Но он приводит в действие пронзительный звуковой сигнал в диспетчерской Гардельон и в кабинах машинистов всех пригородных поездов поблизости. Моментально сигнальщики переключают все зеленые огни на красный, и машинисты останавливают поезда там, где оказались в тот момент. В течение нескольких секунд вся сеть приходит к остановке, кроме одного поезда. Не способный сделать что-то большее из своей кабины, Салин спешно перемещает всех оставшихся пассажиров в конец состава. В Гардельон наконец появляется охранник, опаздывающего с отправлением поезда, но теперь уже сигнал для машиниста Андреа Танги меняется на красный. Он не имеет представления о том, что происходит, но пронзительный звук, который издает его рация, означает то, что он не может воспользоваться ей, чтобы узнать о происходящем. 7.08 вечера. Вырвавшийся из-под контроля поезд начинает крутой спуск, который ведет к станции. Он набирает скорость благодаря резкому склону. Машинисту Салину удается перевезти всех пассажиров в последний вагон. Они сидят, обхватив голову руками, готовясь к неизбежному столкновению. Была ужасная паника. Охранник поезда Баве все еще отчаянно ищет ручной тормоз. Я задавался вопросом о том, что будет со мной. Неужели это конец? 7.08 минуты 15 секунд. На станции Гардальон Андреа Танги все еще не понимает, почему он застрял на красном свете. Пассажирки из второго вагона Доминик Пави надоело ждать. Было тяжело выбраться из поезда, потому что там было так много людей. Простите, простите. Доминик протискивается между пассажирами к выходу. 7.08 и 30 секунд. Сигналисты замечают вырвавшийся из-под контроля поезд, который проносится мимо. Вместо того, чтобы перейти на пустую платформу, как было запланировано ранее, он идет прямо на переполненный пригородный поезд Танги. Сигналисты тут же дают сигнал тревоги по станционной системе оповещения, чтобы эвакуировать пассажиров поезда. Внимание! Внимание! Андре Танги слышит это и кричит по системе внутренней связи, чтобы пассажиры быстро покинули поезд. Пассажиры бросаются к выходу. 7.08 минуты 45 секунд. Танги видит, как вышедший из-под контроля поезд идет прямо на него. Но он знает, что в его поезде все еще много людей, которые пытаются из него выйти. Вместо того, чтобы убежать, он мужественно продолжает повторять через селекторную связь, чтобы пассажиры сходили с поезда. Танги, дышите! Она ощущает ударную силу столкновения всего в каких-то метрах позади себя. Я увидела огромное черное облако пыли. Ужасное черное облако, которое окутало поезд. Практически ничего не было видно. Пыль довольно быстро осела, и я поняла, что столкнулись два поезда, и что тот поезд, который появился из тоннеля, разрезал первый вагон поезда, в котором я только что сидела, пополам. На неуправляемом поезде все пассажиры перешли в задний вагон, и большинство из них обошлись без серьезных повреждений. В момент столкновения я заходил в последний вагон. Я услышал страшный грохот и почувствовал небольшой удар. Я даже не упал, просто схватился за поручни. Но для тех, кто находился настоящим на станции поезде Танги, все не закончилось столь удачно. У Танги не было шанса, он погиб мгновенно во время столкновения. Одинокая мать, Калет Пакале, находится в первом вагоне, на который пришлась самая большая сила удара. Сначала я решила, что это бомба. Не помню, как долго все это продолжалось. Десять секунд? Двадцать? Не знаю. Мне хватило времени только на то, чтобы подумать о том, что я умру. Папа, помоги мне. Всего за какие-то секунды до этого Калет думала о том, что скоро сможет провести вечер со своим сыном. Теперь она лежит зажатая в обломках вместе с десятками других серьезно раненых пассажиров. Если ей срочно не окажут медицинскую помощь, она может погибнуть. Неуправляемый поезд сталкивается с переполненным пригородным поездом на парижской станции Гордельон. Фотокорреспонденту удается заснять весь ужас столкновения всего через несколько минут после этого. Перед Жаном Бави, охранником неуправляемого поезда, предстает сцена полного разрушения. Перед Бави Перед Жаном Бави Перед Жаном Бассажир Перед Жанwith